За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении Российская армия ведёт наступление по всей линии от Прудянки до Верхнего Салтова. Штурмовые подразделения наступают при поддержке артиллерии, которая нанесла огневое поражение по объектам ВСУ в Харькове, Сыркунах и Петровке. На Изюмско-славянском направлении Российская армия сумела выбить подразделения ВСУ и закрепиться в селе Мазановка, которая находится на высоте и даёт преимущество при наступлении на Славянск. Потерю Мазановки подтвердил Генштаб ВСУ. На Донецко-Луганском направлении Российская армия ведёт бои за населённые пункты Григоровка и Серебрянка, которые нужно взять под полный контроль перед штурмом Северска. ВСУ, в свою очередь, подтягивают резервы для укрепления своей обороны от Северска до Артёмовска. Российские войска и ЛНР, которые начали реализовывать план по охвату Спорного пару дней назад, успешно справились с поставленной задачей, отбросив ВСУ от этого населённого пункта. Потерю Спорного признал Генштаб ВСУ, отговорившись фразой, что у противника есть частичный успех. Союзные войска не остановились на достигнутом и продолжили штурм самого Северска. Штурмовые отряды Вагнера сфотографировались в зачищенном в селе Кленовое, рядом с памятником погибших в Великой Отечественной войне. Почтили память предков и сообщили об операциях по четырём пунктам. О первых двух сказали – это Покровский и Стратегический Артёмовск. Об остальных двух решили оставить сюрпризом для украинской стороны. Ночью украинские формирования обстреляли завод «Снежинский Маш» в городе Снежный на территории Донецкой Народной Республики, после чего на объекте произошёл мощный взрыв и возгорание. Помимо этого ВСУ нанесли удар по городу Торез в ДНР. Донецк продолжает находиться под усиленным украинским артударом. На этот раз ВСУ убили по железнодорожному вокзалу. Пострадали в основном гражданские торговые палатки. Украинское Министерство обороны выпустило пресс-релиз о том, что на острове Змеины установлен украинский флаг, подкрепив свои слова соответствующей фотографии. Однако фото оказалось старым, а флаг никто не устанавливал, так как высадки на остров украинских военных так и не произошло. Украинский флаг просто выбросили над островом из вертолёта, по сообщению представителей Министерства обороны Украины Натальи Гуменюк. В Курской области украинский беспилотник обстрелял приграничное село Поповка, в результате чего ранение получил один человек. В Таганроге случился инцидент с участием российского беспилотника, который в результате технического сбоя упал на жилой дом, который загорелся. Жертв и пострадавших нет.